всем привет сегодня мы с вами играть black desert онлайн все приятного просмотра будем играть с вами новым классом посмотрим каким нам с вами сыграть с классом волшебниц пока нет давайте узнаем сезонного персонажа так он с вами не будем хотя я уже изучил ее полностью поэтому лучше наверно с вами сыграем новым классом уса темной магии комбо у нее конечно высокая защита высокая атака слабая и сложность в очень тяжелая будет укладение очень мало и у нее и мы будем этим классом играть давайте посмотрим созвездия у нас будет сова давайте посмотрим дальше что на телосложение сделаем такое телосложение посмотрим рост где-то такое сделаем вот так цвет она меняется вообще непонятно зачем давайте посмотрим мускулы мускулов нет это лучше татарировки уберем ей позу и пока не нужно давайте посмотрим лицо кожу и сделаем я посмотрим какой что сделает привлекательно давайте оставим вот это кожа на более привлекательно блеск на сто процентов сделаем мы с вами ей макияж макияж будет немножко красный мы сделаем ей макияж на сто процентов губы у нее будут вот эти область сто процентов мы сделаем на сто на сто процентов блинки и помаду очень красное ей сделаем очень такой светлые приятное сделаем ей так татарировки не нужна морщины ей не нужны она она будет у нас с вами веселая так давайте сделаем ей не подходят вот эти черные длина идеальная красавица такие ресницы так макияж мы с вами сделали кожу сделали морщины все таки вот как-то глаза не очень получается надо как-то хорошенько продумать нам макияж макияж не подходит долг как сказать все розы посмотрим брови сделаем и вот такую густоту блеск ну нормально я думаю сойдет нам так давайте посмотрим целиком лучше уже лучше прическа и надо немножко нам с вами разобраться и как же она у нас будет выглядеть не особо поскольку мы сделали блеск и и так если бы вот это у нее убрать вот эти части тогда она сошла бы красивой она очень загоражит ее лицо это не подходит нам коряк на немножко но ничего вот так мы лучше да мы оставим цветы так поскольку у нас все время с вами оранжевый мы сделаем и светлый светлый розовый 100 если что то я не особо понимаю волос честно вам скажу если что и в длинах их а раньше вот эти не было кстати палитра цветов раньше вообще было просто так создать а сейчас нормально придумали но ческа нам с вами сказать выглядит прикольно красиво что она будет у нас с вами вот так вот так сойдет она я думаю хорошо она выглядит это это у меня прокачивая персонажа не с пока нас не интересует как раз мы и проверим сейчас этого класса жуть конечно скажу честно но но это не важно у нас пока новый персонаж поэтому можем помимо но поехали пройти обучение нет японии нет у нас вообще ничего не прокачано горы но но здесь почему сюда не стоит потому что здесь первое непонятно а во вторых тут все очень сильно запутано поэтому лучше не пока вам не рекомендую здесь но это на ваше усмотрение самое привлекательное здесь может быть только две локации горы вечной зимы в black desert и каменный зал древних но мы начнем с вами с каменный зал древних и мы начнем с самого начала нашего путешествия будет непросто но мы справимся так сейчас у нас пройдет эта загрузка и мы начнем ну и вот мы начинаем сейчас что-то посмотрим пока что у нас там ожидается вот тебе на но нападу не кручивает всегда иногда о интересная у нас с вами как сцена прям после обновления что-то изменилось в предыдущих версиях мы сразу появились с каким-то черным духом сразу болтали и с ним а теперь сразу какая-то интересная сцена что-то непонятное прям можно сказать какой-то белый свет нам показался и мы такие бедные очнулись и сами не знаем где и наше с вами приключение начинается и сколько можно спать я тот чуть ноги не протянул от скуки что за растерянный взгляд не делай вид то что не знаешь меня хотя конечно после такого вполне можно понять помять отшибить там тебя кое-что ждет выглядит приятно но особенно доверяя и не вызывает знамени конечно нету вот так помни кто владеет знамем тот правит мир и давайте берем просто эти скучные задания все и задать вопрос все такое одеваем книгу и мы начинаем и тут кстати переделали необычное скажу честно наконец-то тебе удалось вырваться из оков сна приятно познакомиться меня зовут эдан я исследователь какой ужасный вид ему я вам скажу сделали предушвес как он симпатично выглядел почему ты у меня спрашиваешь кто ты откуда провалы в памяти по тебе и не скажешь выглядишь вполне нормально он раньше так не кстати не общение разговаривался грубо с нами он раньше нормально разговаривал все время я выкопал тебя вместе с сердцем мотора сначала подумал что нашел мумию какими ветрами тебя туда занесло сделали его прям как подросток как будто эй эдан помни время черные камни в отличие от меня жардин не так терпелив это но привлекательно сделали хоть и я наконец-то исправили ха-ха-ха камергер жардин ничего не понимает ждать чего-нибудь нетерпением настоящее удовольствие у меня много вопросов однако время поджимает я исследую руины как можно было потерять память что за склад я бы плать осмотрите древние районы не может вспомнить да давайте сюда да эй не пугай так а я еще кто из новеньких без разрешения принцессы здесь ничего трогать нельзя ха-ха-ха святая простота ты сколько здесь уже работаешь почему до сих пор не знаешь так дело не пойдет давайте-ка сегодня когда стемнеет устроим собрание выгребной ямы созовем начальство и всех рабочих эх Уилсон должен был все рассказать совсем отбился от рук работает спистя рукава так уж и быть объясню тебе еще раз ведь не зря меня зовут благодетельный Колин это древнее орудие называется атором он очень опасен поэтому ни в коем случае никогда не смей к нему прикасаться понятно вместе с памятью тебе смелость отшибло хи да нет трясить так аторы просто груда бес бесполезных камней похоже рыжеволосые всем здесь заправляет поговорить с ней может укажет к нам путь вниз прям так ах вот тебе этот Колин попачки ебануть что за запах что хочешь спуститься вниз к руинам такой наглости я еще не видала сколько раз я говорила о важности этих раскопок кому нужно снести голову чтобы вы все это поняли я готов принять любое наказание принцесса прошу не гневайтесь он и так симпатично выглядит смеешь открывать свой рот рядом с серендийской принцессой если бы не полевые условия твоя голова уже лежала бы на плахе вообще почему тебе не известны такие очевидные вещи ты точно работаешь на Эдена это место каменный зал древних под руководством принцессы Джаред здесь ведутся раскопки сколько раз мы говорили о важности этой экспедиции как можно было привести такого дилетанта на место раскопок как мы вообще можем полагаться на твоего начальника будет чудо Джардин лично выбрал Эдена ты ставишь под сомнение решение камергера серендии прошу прощения за мое невежество принцесса я бы и в мыслях не посмел я лично позабочусь о твоем наказании думай теперь как восстановить честь камергера моя принцесса я найду подходящую работу этому новичку слушай сюда тебе сказочно повезло следуй за мной чтобы приступить к раскопкам Вась работа простая да 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 кого то мы не знаем это отвратительно я вам скажу это полный отвратительно было такое сделать ооо ты видишь бродящих в лесу волков за них лошади перепуганы и совсем не слушаются я не знаю я не знаю я не знаю я не знаю я уже думал тебя волки загрызут все таки от тебя есть толк можешь зайти в каменный зал древних помоги Эдену закончить раскопки уходила наша смотреть хорошенько ну как никакого озарения я про наш договор я не знаю я не знаю давайте посмотрим дальше что тут натворили оооо у тебя при виде руин глаза горят дух захватывает в таких местах правда Та самая живая реликвия, которую откопал Эддон? Ха-ха-ха-ха! Приятно познакомиться! Я Рафи Бэдмаунтин. Удивительно, что этот каменный зал не был обнаружен раньше. Однако у нас дела продвигаются отлично. На статуи добавили какого-то скелета. Сегодня, в день твоего пробуждения, мы смогли разгадать тайну этих пяти каменных плит. Это наскальные пророчества, предположительно оставленные древними. Здесь упоминается история взлета и падения королевства Кром, сердца Боленоса. Присмотрись внимательнее, может в памяти что-нибудь прояснится? Вдруг эти плиты твоих рук дело? Ха-ха-ха! Это вар Бартелли Третий. Последний. Эта огромная корона символизирует власть. Говорят, смерть единственное, чего боялся король. Как-то раз один алхимик, пересекший пустыню, попросил аудиенцию у Бартелли Третьего. Моя хозяйка дарует тебе вечную жизнь. Представляешь? Да кто бы отказался от такого? Представляешь? Вечную жизнь? Вот уж везет, так везет. На мою долю выпало столько испытаний, что и обычную жизнь прожить не поле перейти. Бессмертие слепило Бартелли Третьего. Он приносил в жертву алхимику сотню невинных детей и проливал кровь молодых девушек. Король впал в безумство. Недовольство народу уже достигло Апогея. Но он все не терял надежды призвать хозяйку и продолжал свои кровавые ритуалы. Даже узнав, что призываемая им богиня сама Хадум, Бартелли не отступился. К счастью, может от того, что вмешались корренды, а они и их последователи, пришествие Хадум удалось предотвратить. Сделали так, чтобы... Однако, какой ценой? Замок был разрушен, и когда-то могущественное королевство крону пришло в упадок. Дело было где-то 150 лет назад. И вот так древнему дало... О, ты перекинешься с ней? Лучше перемотаем, чтобы вам раздражать это... Каких-то статуи изучать сможешь, да? Мы с вами много лет назад все изучили. Все это игру, все эти статуи, дегитали. Отличные вести. Вот я вам каждый раз. Ну, вот по стелке. Вот смотри, там Эдон. Древние письма. Так, ну пойдемте на наше старое место. Академия древнего орудия. А я все думаю, что за переполох. Возгласы Рафии и Марты доносятся аж досюда. А это все из-за тебя. Что ж, теперь мы можем познакомиться, как подобает. Я Эдон. А это прекрасная Горнель, моя коллега. Эдон, опять ты ерунду болтаешь. Да ладно тебе. Приятно познакомиться. Я Орэн с острова Илья. Аккуратно. Здесь повсюду окаменелые следы древних. Похоже, что внутри них заключена неведомая сила. Еще эти деревья вокруг руин, которые растут в обратную сторону. В детстве? Ты читала за вредные книги в детстве? Ха-ха-ха-ха. Даже представить не могу. Что ты, что ты? Че, 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 свобода. Это точно черный дух. Молодец, давай сталь, как все убили. Не подходите. Давайте посмотрим лучшую кат-сцену. Приятно. Ты уже проснулся. Это воспоминание о забытом мире. Ехали. Мы не пустим руль. Прости, но так вышло. На самом деле, тут все было совсем по-другому. Черный дух к нам сам. Эта ведьма нас с вами убила. А черный дух к нам сам присоединился в наш мозг. А это все обычная подстава. На тебе лица нет. Все в порядке? Но эти руины ты видишь впервые. И вдруг ты ведешь себя так странно? В вашей голове случайно не разговаривает существо с красными глазами? Черный дух, значит. Говорят, что тех, кто не смог избавиться от него, ожидает страшный конец. Оцените и подвести термальность в шкале. Как вам его изменили? Я шутку назвал тебя живой реликвией. Теперь, вернее, будет сказать просто ходячая реликвия. Эден, шутки шутками, но это уже выходит за рамки. Стойте-ка. Взгляните сюда. Реликвии движутся. Если это продолжится, то черная энергия... Это реакция на твоего черного духа. Будь осторожнее. Агниф. Ты в порядке? Ты в порядке? Очистите. Что-то с нами происходит. Какая-то новая катсцена. О, она... Далее поиграть. Давайте посмотрим, что случится. Нажмите, можно пропустить, если нажать R. Давайте с вами хоть посмотрим, что вообще наизменили. У нас прям как будто как преследует этот черный дух. Ох, во сколько там черных духов. Я и не думал, что столько часов работы коту под хвост. Кто теперь за это ответит перед принцессой? Чур, не я! Ха-ха-ха, Рафи, успокойся. Благодаря нашему беспамятному гостю мне удалось найти черные камни. Проблем не возникнет. Да с таким же успехом, вот... Ну вот другое дело. Будем с вами пропускать, что мы тоже... Надоедает немного, когда все время слушаешь. Давайте продолжим. Боюсь, так нужно. Есть идеи? Сердце суровой принцессы тает только при встрече с Камергером Жардином. Насколько мне известно, повозка с припасами должна была прибыть из западного лагеря некоторое время назад. Только вот пока ни слуху, ни духу. Боюсь, как бы с ней ничего не случилось по пути. Можете сходить в лес, проверить? Нам сейчас не... Не знаю, что сказать. Ну ладно, давайте сделаем это задание. Изначально мы могли с вами видеть, но после обновения полностью ее все изменили. Ну да, как я и говорил, атака очень. Атака у нее очень слабая. Давайте посмотрим общие знания, достижения, деньги, легендарную водочку. Хотя это все другому классу это принадлежит. Ну ладно, ничего. Давайте берем... Деки-денги, деки-денги. И давайте... Давайте лучше немножко поубиваем врагов, чтобы это было. Да, уж много чего. Будем и играть, и играть. Давайте посмотрим на третий эндогутанк. 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 Туда не привыкать. Мы уже много своих человек видели. Давайте посмотрим на третий эндогутанк. Давайте посмотрим на третий эндогутанк. Здесь, которые мы с вами с вами находим на третий эндогутанк. Сейчас будем мы с вами до С доходить знания, чтобы быстро убивать врагов. и прохожаем с вами плывая давайте откроем локацию давид на много чего изменили. Мы не побежим, как обычно, мы лежали. Смешной амплодисменты. Смешной амплодисменты. чем мы с вами будем на 10 получимся и пойдем дальше по оставаться почеку что мы это очень долго пока еще ничего нам недоступно танец бабочки и открыли новый талант а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Не хочет, чтобы мы с вами так наводили Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да уж. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мясо! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА